МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Мы снова на КПП. Сегодня, как всегда, несколько тем. Поговорим о том, что интересного, смешного или грустного окружало нас в мире, в Украине, в Одессе. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз, в общем-то, находится в критической ситуации. И вот она говорит, что Евросоюзу необходимо улучшаться в области внутренней, внешней безопасности, бороться с терроризмом и, самое главное, улучшаться в оборонной сфере. Ну, судя по всему, Ангела Меркель начала кое-что понимать, что из себя представляет Российская Федерация. Поэтому и хочет улучшаться в оборонной сфере. И правильно делает. Корейская народная, так сказать, демократическая республика, КНДР, они провели самое мощное в своей истории испытание, подземное испытание ядерной бомбы. Там примерно мощность 10 килотонн. Ну и, естественно, Совет Безопасности ООН мгновенно, значит, решительно осудил такие действия КНДР. Несмотря на эти решительные осуждения, раньше надо было думать. КНДР готовит очередное испытание ядерного оружия. Ну, кроме всего прочего, они уже запускают там баллистические ракеты. Почему это все происходит? А потому что им во всем этом помогает Россия. Россия им помогала и создать ядерное оружие, и сегодня, значит, проводят вместе с ними определенную политику. Как бы не трогайте Корею, чтобы чего бы хуже не произошло. Вот эти голодные, завистливые, злобные фанатики, вот они и шантажируют весь мир. Причем у них такая пропагандистская темка, мотивчик такой звучит, что мы, дескать, мы же не против всего мира, мы против Америки. Это очень опасная тенденция. Вообще надо было гасить прямо на взлете. Ну, что поделаешь, не успели. А насчет помощи России корейцам, вы еще, ребята, наплачетесь с ними. Можете даже не сомневаться. Так же, как и с китайцами. Соединенные Штаты Америки. Ну, вы знаете, что во время траурных мероприятий кандидату к президенту Хиллари Клинтон резко стало плохо, не смогла самостоятельно дойти до своего автомобиля. И врачи, в общем-то, обследовав ее, установили, что у нее пневмония. Но я думаю, что таких людей, как Клинтон и их, постоянно обследуют, могли бы и раньше выявить. Очевидно, раньше не было. И американский судмедэкспорт Беннет О'Маллу, есть такой известный, знаменитый судмедэкспорт, значит, тот считает, что кандидата президента Хиллари Клинтон могли отравить, судя по протеканию болезней. И российский оппозиционер, бывший депутат Государственной Думы в 1995-2000 году, он председатель партии «Западный выбор» Константин Боровой, значит, он говорит следующее, что не стоит сбрасывать со счетов версию о возможности кремлевском следе во внезапной болезни Клинтон. В конце концов, Кребель смог отравить Литвиненко, сможет и Клинтон. Ну и, кроме прочего, заявил, что я не просто не исключаю версию об отравлении Клинтон, но четко понимаю, Путин использует любую возможность убрать конкурента Трампа, потому что понимает, что с Клинтон ему не удастся договориться. Я думаю, что так и было, потому что существуют контактные яды, это давно известно, еще разрабатывались в НКВД, КГБ, теперь они в ведении ФСБ, и что там стоило опылить микрофон, дать Клинтон для какого-либо интервью, чтобы она мгновенно вдохнула эту смесь и сразу же заболела. Думаю, что в версиях о причастности Российской Федерации к болезни Клинтон есть достаточно много веских доказательств. Зимбабве. Там у них есть президент Роберт Мугабе. Ему сейчас 92 года. Ну, он такой бодренький, потому вот как... Он старший, самый старый президент в мире. И еще на что-то рассчитывает, потому что правящая партия выдвинула его своим кандидатом на следующие выборы президента, которые должны состояться в 2018 году. Ему тогда будет 94 года, чтобы он нам всем был здоров. Почему я говорю об этом президенте? Он воздвиг и открыл памятник самому себе. 3 метра 80 сантиметров, статуя, он в полный рост, рука, как у Ленина, куда-то там вперед. Ну, такой президент. Ну, я должен сказать, что он немного опоздал, конечно, потому что это не первый президент, поставивший памятник самому себе при жизни. На него это сделал президент Одесской юридической академии Сергей Васильевич Кивалов. Так что немного припоздал Роберт Мугабе. Украина. Сейчас основная тема – транш. Когда-то был фильм такой о революции в Латинской Америке. Он назывался «Это сладкое слово свобода». Помню старый фильм. А вот самое сладкое сегодня слово для нашей власти – это транш. И Порошенко сказал, предоставление Украине миллиардного кредита МВФ – это не просто акт материальной помощи, но и знак доверия нашей стране со стороны международных организаций. При этом Порошенко гарантировал, что ни одного доллара из этого транша проедено не будет. Все средства пойдут на пополнение золотовалютных резервов. То есть страна будет богатая безумно. Вы понимаете, я вот смотрю, как вся политическая элита Украины просто по-детски радуется этому траншу. Как будто этот транш что-то изменит в экономике, что-то изменит в жизни людей, уменьшит цену на продукты, бензин, коммунальные услуги. Вот я лично не сомневаюсь, что все будет совершенно наоборот. И цены к Новому году повысятся на продукты, на коммунальные услуги, на бензин и так далее. Радуются они открывшейся возможности раздеребанить эти деньги. Ой, кто ты такой? Кто ты такой? Кто? Где ты был вчера? Кто тебя не будет ждать? Да не ты, Катимин. Нет, ты ничего. Кто ты такой? Кто ты такой? Я вам не помешал. Вы что-то делали тут. Делили деньги. Это интересно. Продолжай. А еще они сильно радуются тому, что отдавать долги будут не они, а наши дети и внуки. А если не будет, чем отдавать? Ну, в крайнем случае население страны рассчитается своими почками. Вырежут и продадут. Понимаете? А они? Страна чудес. Большая проблема, связанная с законом Савченко. О нем как-то так забывают, а специалисты и профессионалы помнят. Потому что за два года по закону этому, по этому дефективному закону, я не боюсь этого слова, Савченко, из тюрем выйдет 50 тысяч человек. Понимаете? В 2016-м подлежит освобождению 34 тысячи убийц, насильников, грабителей и воров. Ну, вы понимаете, в Украине работы нет, потому как растет безработица, мы это знаем. Куда они пойдут, эти все вышедшие на свободу? Ну, часть пойдут работать в полицию, я в этом не сомневаюсь. Часть пойдут вот в эти все айдары и торнадо. А остальные куда денутся? Пойдут убивать и грабить. А как вы думаете, вот эти нынешние полицейские, они смогут и остановить эту армию преступников? Я не знаю, как вы думаете, а я убежден, что никогда хотелось бы ошибиться. Ну, и хочу еще сказать в связи с этим законом Савченко, я когда смотрю на законы и читаю законы, которые постоянно принимает Верховная Рада, я думаю, что ни депутаты, ни их дети вообще не собираются жить в нашей стране. По-другому не получается. Любопытная информация из Генеральной прокуратуры. Значит, Юрий Луценко сообщил следующее журналистам. Мы вызвали президента на допрос и сразу после его возвращения с командировки мы договорились о встрече со следователями. Понимаете? Вот дешевые понты показать Европе, какой у нас независимый прокурор, какая вообще у нас реформа идет в этом направлении, что даже своего кума президента прокурор вызывает. Мы сейчас его вызовем. Я бы что хотел спросить. А вот в этой повестке, которую вы очевидно президенту послали, я надеюсь, написано, как положено, что в случае неявки будет доставлен приводом? Или без этого, да? Понимаете? что меня поражает все время в этих ситуациях? Я все время думаю, неужели они всерьез думают, что в Украине все дураки ничего не понимают? Ну, просто если не так думают, то они весьма, как бы сказать, помягшие, недалекие люди. Хотя, судя по их действиям, так оно, наверное, и есть. Смешно. Шпиона поймали. И не какого-то там простого мычша плохиша. И не того, который на коровьих копытах задом наперед границу переходил, контроль на следовую полосу. Нет. Заместители начальника штаба АТО он находится под следствием за работу на российские спецслужбы. Ну, вообще, так сказать, под следствием находятся 13 агентов российских спецслужб, и среди них заместитель начальника штаба АТО. Понимаете? Они знали все. Противник знал все, что происходит в АТО. Дислокация, обеспечение, личный состав, количество. И там информация есть, что к 9 годам лишения свободы осужден кадровый сотрудник генерального штаба Российской Федерации за шпионаж. Он пытался получить секретную документацию о образцах новейшего военного вооружения. Зачем ему получать какую-то секретную информацию, если замначальника штаба АТО может сообщить об этом совершенно спокойно. Меня просто перевернуло сообщение о том, что партии получат первые деньги из бюджета уже буквально на следующей недели. Понимаете? Они подали все документы наши политические партии. Будет распределено по законопроекту предусматривающему финансирование из госбюджета политических партий, которые преодолели 5% бюджет. Понимаете? Им дадут деньги. Деньги, за которые можно было бы вылечить онкологически больных детей, половину больных детей на Украине. Они получат, они подали документы, они получат самопомощь 50 миллионов, радикальная партия 33 миллиона 815 тысяч, оппозиционный блок 42 миллиона 840 тысяч, народный фронт, но я и ценю 100 миллионов 545 тысяч, не меньше. Подаем блок Петра Порошенко 99 миллионов 87 тысяч, самая меньшая подкевщина 25 миллион, в общем, 493 тысячи, понимаете? Им не хватает. Совести нет, конечно, и рассчитывать на ее появление не приходится. Я одно знаю, что все эти партийцы, когда наворуются, сядут на самолет и улетят отсюда. Давай, давай, давай. извините, а эти шапочки они всем дают? Только партийным. Итак, наш некогда европейский город Одесса, а нынче поселок городского типа, с небоскребами, с тем же названием. Ну, прежде всего, интересная информация об отпуске городского головы Геннадия Труханова. Он ненадолго отъехал. У меня две версии. Версия первая. Поехал к хозяевам своим лондонско-московским решать вопрос по тому, как ситуация не очень хороша для него, земля горит под ногами, чтобы выручали, как в предыдущие разы. Ну, и версия вторая, она менее, но тем не менее, тоже имеет право на существование. Уехал на родину, в Российскую Федерацию, в Сергеев Посад, чтобы там проголосовать в день выборов за единую Россию. Вот такие у меня две версии. Но первая предпочтительнее. Скандальный проект городской власти, о нем все время говорят, все время обсуждается так называемый зонинг. У меня какая-то такая странная ассоциация с этим словом. Мне все время хочется, вот, как в кино, «Хальт, Ахтун, аусвайс, битте, зонинг, эндрхох». В общем, шорт такой вот из этой области. С этим зонингом, который придумала нынешняя власть, все для Одессы кончится очень печально. Загазованность воздуха, проблемы с водой, с электричеством, напряжение и перегрузка на инженерные сети, стрельство высок на оползневой зоне. я обращаюсь к одесситам и здесь у кого-то желание и возможность надо бороться с этим. Спасибо общественникам, которые подумают этот вопрос, потому что просто Одесса уже перестанет быть Одессой. Будет другим городом, но не Одессой. Но этим ребятам безразлично. Их дело украсть и выбежать. Вот эта вот власть местная, нынешняя, они нас все время обманывают. Вот они как бы держат знаете нас за дураков. Потому что все время рассказывают какие-то сказки. Причем некоторые в них имеют. Вот я сейчас пример приведу. Посмотрите. Один из депутатов городского совета говорит следующее. Вот как пропаганда делается. Депутат говорит, сегодня украинское правительство отказалось оплачивать пенсионерам бесплатный проезд в общественном транспорте. Ну смысл в том, что Киев обижает пенсионеров. А Труханов добился, чтобы за проезд пенсионеры оплачивал город. То есть сейчас должны были кричать ура, бросать вверх шапки. В чем смысл? На кого рассчитан этот бред? От печали. На кого? На социальных идиотов и маргиналов. Кстати, хочу заметить, что их количество в силу определенных обстоятельств, к сожалению, возрастает. Объясняю тем, кого пытаются оболванить представители депутатского корпуса Одесского городсовета. Вот слушайте внимательно. суть реформы децентрализации нам пытаются представить как заботу о людях со стороны Труханова. Дело в том, что сейчас наконец-то местное самоуправление получило то, за что, ну, скажем так, бился с Киевом и чего добивался Гурвиц, который говорил, что доходы, которые получает город, надо оставлять в городе и не отдавать все в Киев, чтобы потом получить оттуда подачку. Теперь украинское правительство оставляет в огромном количестве деньги и налоги в городе Одессе. И вот из этих налогов, которые оставляются городу, город должен сам финансировать дотации на бесплатные проезд пенсионеров. Таковы правила игры в связи вот с этим законом. Надо понимать, что Труханов последние два года пользуется налогами, которых не было ни у одного предыдущего мэра. То есть у него просто деньги остаются в городе. Так что разговоры о подвигах мэрии на благо Одессита это все профанация. Просто сказочки для непосвященных. Говорю вам об этом, чтобы вы, получая какую-либо информацию, включались и понимали, что за этим стоит. Опять серьезный скандал и преступление в отношении Одесситов. 17 сентября на Думской площади народный депутат Украины Кривенко неприкосновенный депутат ставит палатку для сбора подписей для устранения Геннадия Труханова от должности мэра. Перед тем, как поставить палатку, он уведомляет об акции ворсовет письмом. Начальника УВД этого лорда Кипанидзе он, наверное, не прочитал, он же читать не умеет. Потом помощник народного депутата Григорий Казма занимается координацией этой мирной акции, тоже пишет заявление, уведомление о проведении этой акции народным депутатам. Кстати, палатка, которую ставят на Думска, это собственность народного депутата. Что тут было? Сразу набежали тетушки. Депутат горсовета Ясинович и общественник Гринчук есть такой с друзьями с Куликового поля, вы понимаете, о ком я говорю, возглавили борьбу с этой палаткой. Ну, если вы не помните, кто такая Ясинович, напоминаю. В общем, снесли они палатку. Незаконно, конечно, снесли. Полиция стоит, полиция стоит. Ну, слава Богу, не допустило, чтобы избили нормальных людей, чтобы сожгли эту палатку. В общем, снесли, потом поняли, что это преступление серьезное, поставили где-то там вдалеке, чтобы видно не было. Ну, а для того, чтобы ничего не происходило на Думской, они вот это вот гроссоветовская птюрня, они решили давай мы вот поставим здесь цветочки. Какие-то папоротники. В общем, что-то такое. Я, конечно, когда увидел, я фотографию смотрел, я был удивлен, потому что их цветочки это маки конопля. Ну, видно, в этот раз решили поставить папоротники. Вот этими действиями, я убежден, что они санкционированы Трухановым, он себе только хуже делает, потому что сейчас на этой площадке, на этом факте начнут пиариться все, кому не лить. Сюда все приедут, депутаты, политические деятели и расскажут Труханову, что он из себя представляет. Ну, итог известен. Я думаю, что вот эти вот цепь ошибок, которые он совершил, ну, пусть он скажет спасибо, наверное, своим советникам. Все, все. До встречи на КПП.